Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Просто хочу тебе сказать, что я ужасно, ужасно счастлива. Закрыть глаза? Отличный план. Да, уже закрыла. Жду. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 О, а что мы имеем? Ну, 9.17 утра, неизвестная, 20-25 лет. Смерть наступила не более 12 часов назад, в результате удушения. Явных следов борьбы не обнаружено, но выводы делать рано. Я еще покопаюсь в теле, может всплывет что-то интересное. Алябьева Варвара Михайловна, владелец садового питомника, репейник Норд. Все верно? Да, только я, я вместе с подругой управляю. Это к делу не относится. Расскажите, как обнаружили труп. У нас в репейнике вода подается по трубе с помощью насоса. Который внизу? Да. Ну, и забивается, бывают там ил, камни. Приходится проверять каждый день, утром, вечером. Иногда это делаю я, иногда кто-нибудь из сотрудников. Сегодня вода вообще перестала поступать, и когда я спустилась к трубе и вытащила весь ил, то… Увидели труп? Нет. Это сначала рюкзак. Так, хорошо, я сейчас оформлю показания, и потом мы пройдем ваш репейник Норд. Зачем? Поговори с тем из рабочих, кто вчера проверял трубу. Ну, я не знаю, кто там был. Ну, вот, заодно и выясним. А где я? Вот, Константин! Вот. Чем богаты, тем и рады, как говорится. Я так понимаю, это улика? Где вы ее обнаружили? Вот. В этом-то все и дело. Под деревом, у которого нашли труп. Под корень закатилась, поэтому сразу не нашли. Ну, то, что нам этот отношение к делу еще нужно доказать. Посмотрите сами-то, она совсем не грязная. Значит, лежит там недавно. Ткань, опять же, свежачок. Да вывоз сам с собой напрашивает, спал Константинович. Посмотрим. Я там закончил. Ну, еще потом пощебечу спокойно и предметно. Так что ждите отчет. Ага. Я там криминалистам нитку передал. Извлечена из под ногти указательного пальца правой руки. А, подождите, а скажите, сходство просматривается? Вопрос не ко мне. У криминалистов. Интересуйтесь. Все. Пока. Спасибо. До свидания. Здравствуйте. Меня зовут Варвара Алябьева. И это канал Репейник Норд. Сегодня я расскажу вам о растениях-завоевателях. Это настоящие конкистадоры растительного мира. Александр Македонский и Чингисхан подметки им не годится. И я не могу. Репей. Зайчик, надо собраться. Я знаю, ты можешь. На седьмой дубль же. Седьмой. Ну, Марли Монро не позволяла себе такого. Ладно, позволяла. Она позволяла. Но, в отличие от тебя, у нее не было восьмидесяти тысяч подписчиков, которые прямо сейчас пьют копытом и требуют новый ролик. Давай. Хорошо. Я понимаю, я… И сегодня я расскажу вам о растениях-завоевателях. Ага. Это настоящие конкистадоры растительного мира. И… Ну, иди сюда. Давай, ты сейчас просто выпишь горячего чаю. Выдохнешь, включишь свой неброский колохозный юмор. Сделаешь классненько, как всегда. Чего не сделаешь? Ну, и черт с ним. Потом запишем. А я знаешь, что думаю? Надо бы найти эту правоохранительную крысу и выгнать отсюда к чертовой матери, чтобы не мешал работать. Да? Вот я этим займусь. А ты отдыхай. Хорошо. Хорошо. Давай. Никогда не видели этой девушки? Красивая. Я бы запомнил. Я не видел. Простите. Постойте, я еще не закончил. Теперь насчет трубы, по которой подается вода. Не знаешь, кто проверял ее вчера вечером? Да может и никто. Кто? Хозяйка питомника утверждает, что такие проверки проводятся регулярно. Утром и вечером. Это в идеале. А на самом деле? А на самом деле работа у нас не в проворот. Иногда даже не до трубы. Кого хозяйке пошлют, тот и идет. А в этот раз никого не было. Насчет воды рано утром выяснилось, когда Варвара приехала. Вот она и пошла проверять. Понятно. Мне идти надо. Вы тоже свободны? Спасибо. Погодите. Да, слушаю вас. Я что сказать хотел-то? Я не знаю, может и пригодится следствие, а может и нет. В общем, тот парень, с которым вы меня допрашивали, ангел. Я бы на вашем месте к нему присмотрелся. Ну, а что с ним не так? Да мутный он какой-то. У нас тут все рабочие родом с Лисьей Горки. А этот появился непонятно откуда. В репейнике вроде сторожем работает. Вроде бы как при репейнике, но отлучается надолго. Болтается по окрестностям. Опять же таки, выпить не дурак. Это пока еще не преступление. Ага. А давеча я у него серебряную фляжку видел. Он к ней еще прикладывался. Между прочим, в рабочее время. Вопрос, откуда у бомжа такая дорогая вещица? Извините, можно вас? Иначе как подрезал. О, цербер наш пожаловал. Все, вас больше не беспокою, а вы все-таки к этому ангелу присмотритесь. Крылышки у него далеко не белые. Да, спасибо. Я слышал, вы тут опрашиваете всех? Старший следователь Черных, следственный комитет. Как я могу к вам обращаться? Яблоков Викенсий Петрович, я работаю здесь при репейнике, бригадиром. Видели ее когда-нибудь? А, как она погибла? Преступник использовал удавку, это видно на снимке. Вдавку, значит. Вдавку. Так вам знакома эта девушка? Нет. А мне показалось, вы ее узнали. Впервые решил. Хорошо, тогда поговорим о вчерашнем вечере. Кто из рабочих оставался в питомнике? Мы с ребятами домой ехали. В лесу горку. Где-то часов восемь, полдевятого вечера. Ну, а здесь оставались Семен Кулагин и Ангел. Константин Ангел, это он у нас на ставке ночного сторожа. Константин Ангел. А вы давно его знаете? Да ну, с год где-то. С тех пор, как он прибился сюда. Ну, почему прибился-то я не знаю. Я в душ к нему не лез. А вот то, что он работник хороший, это всякий подтвердить может. Ну, кроме разве вот этого самого Семена Кулагина. У них давняя неприязнь, даже стычки бывали. Так что, если Семка-то про Ангела что-нибудь вам накапал, вы не обращайте внимания. Мне бы очень хотелось понимать, когда доблестные правоохранительные органы избавят нас от своего присутствия? Правое следственное действие. Пока я не опрошу всех, я отсюда не уеду. Вы что, серьезно полагаете, что убийца окопался где-то здесь? Даже среди мешков с удобрениями. Речь сейчас идет о возможных свидетелях. Они есть у любого преступления. Важны любые мелкие подробности, даже те, которым люди обычно не придают значения. Ага. А звонки с угрозами как считаются? А что за звонки? Ну, вот мы с Варварой сначала полагали, что это такие посылки от конкурентов. Ну, такие миленькие, знаете, не хватало только розовой линточки, чтобы их перевязать. И текст, главное, соответствующий. Закрывайте вашу богадельню, сучки. Да. Простите. Просто я подумала, ну, может, вы лучше этим займетесь. Варвара просто уже не выдерживает, честно. У нее такая тонкая душевная организация, гораздо точнее, чем меня. Думаю, что по факту поступающих угроз, вам лучше обратиться к заявлению в полицию. Да. Это очень дельный совет. Благодарю вас. Я пойду передам его Варваре, а она будет без ума от счастья. Да-да. Раз уж сегодняшний день все равно пошел прахом, я предлагаю нам смотаться на гольф-поля. Там открылся дом в ресторан. Средиземноморская кухня. Чтобы развеяться, отойти от потрясения самое оно. Давай. Что ты скажешь об этот ноутбук все время? А, мне еще нужно оформить заказ магазина питомника. Да. Ты, моя зяенька, виза жила. Только не магазина и не питомника, а природного парка. Как тебе такая перспектива, Щерепей? Постойте. У вас найдется несколько минут до меня важный разговор. Да, конечно. Слушаю вас, Викентий Петрович. Вы узнали погибшего, не так ли? Нет. Удавка. Что удавка? Если я что и узнал, так это удавку. Выяснить, что вы имеете в виду? У нас раньше тоже девушку певали. Душили вот такой вот удавкой. Ну, такой или похожей, я не знаю. Убийца тогда очень быстро нашли. Быстро осудили. Дали пожизненное. Думали, все, закончилось. Оно вот опять началось. Или не заканчивалось никогда, а? Это как? А вот так. Невинного осудили. Быстренько. Сфабриковали дело. Быстро осудили. А он человек маленький, бедный. На хорошего адвоката денег нет. А вы хорошо знали этого маленького человека, чтобы обвинять серьезный государственный институт в серьезной ошибке судебной? Я… Я его очень хорошо знал. Сын это мой. Понимаете сына? Яблоков Максим Викентьевич, я прошу вас, Ян, разберитесь с этим делом. Он хороший, добрый, честный парень. Он бы не делал этого. Викентьевич Петрович, я понимаю ваши отцовские чувства, но вероятно следствием были веские мотивы. Представляешь, у нас с тобой два ресторана, гостиница, обязательный кемпинг и собственная конюшня. Да, ну и какое-нибудь арт-пространство там до кучи. Угу. Ну, можно еще дельфинарии открыть, космодром, и писанскую башню поставить в центре арт-пространства. Космодром, обалдеть. Только знаешь, тут нет вообще никакого повода для подобной иронии. Вспомни, пожалуйста, что ты мне говорила, когда мы открывали репейник Норд. Ой, мы прогорим, Кэт. Мы помер и пойдем. Останемся без копейки. А что скажет мама, узнав, куда пошли денежки от твоей квартиры? А в итоге что? Вот он, пожалуйста, репейник Норд получился. Кэт, ну я же не против. Хоть космодром, хоть конюшник. Только нам сначала нужно расширить штат продажника. Я вообще одна уже не справляюсь. Да, да, я понимаю. Только вот, но это как раз денежек ты и нет. Ты прекрасно знаешь, поэтому даже не начинай. Зато есть рацуха. Твои студенты из Лестеха, они тебя обожают. Я клянусь, все, что ты попросишь, они сделают абсолютно бесплатно. Я только не понимаю, что это за дрянь задаем, прилипла? Кто это такой? Я не знаю. Да, да. Обалдеть. Колесо, что ли, пробило? Кажись, да. Приехали. Обо что? Проблема? В некотором роде колесо пробило. Запаска есть? Наверное, есть. Сейчас все сделаем. Да, Викентий Петрович. Как? Уже? Ну все. Спасибо. Спасибо вам огромное за наше колесо. Вы нас просто спасли. Я даже не знаю, как вас отблагодарить. Ну, номера телефона будет вполне достаточно. А. О. Пожалуйста. Репейник Норд. Продажа растений и ландшафтный дизайн. Интересно. Так что, если вам вдруг понадобится швейцарский уголок или исландский сад теплых источников, пожалуйста, обращайтесь. Вообще-то уголок у меня уже есть. Непосредственно в самих Альпах. Ого. А вот по поводу горячих источников я подумаю. Позволите вам позвонить? Да, конечно. Именно для этого и придумали визитки. Кстати. Меня зовут Дмитрий. Кстати. Екатерина. Очень приятно. Вот моя визитка. Кэт. Да? Нам нужно срочно ехать. Привезли барабан уже раньше времени. Как видите, дела. Еще раз спасибо вам огромное. Вы нас просто спасли. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за визитку. До свидания. И надеюсь, скоро встретимся. Всего доброго. Спасибо. Да, до свидания. До свидания. Алла Константинович. Вот. Спасибо, Роман. Носечку горячую попробуйте. Ну? Оно? Ими стало на что-то интересное. И люди все больше любопытные. Один, кстати, коровин чего стоит. Кто такой коровин? Лесопромышленник. Фигура федерального масштаба, между прочим. Вся местная жизнь вокруг его производства верится. Не имеет смысла присмотреться в связи с нашим делом? Да нет, я так. К слову просто. Он, кстати, здесь недалеко засел за леском. Там раньше была заброшена усадьба, а он ее выкупил в родовой гнездо превратил. У них там целый клан. И все в семейном бизнесе работают. Скажите, Роман, а вам известно что-нибудь о деле, которое тут расследовалось несколько лет назад? Это о каком? Схожие обстоятельства смерти, схожие жертвы. Молодые девушки, женщины. Серия. А вам откуда известно? Нет, Павел Костякович, вы у нас человек новый. Откуда такая осведомленность? Полница, полница, земля слухами. Хотелось бы все-таки услышать подробность этого инцидента, Викентий Петрович. Да я ж рассказывал Варваре Михайловне, да и вы сами все видели. Да, я имела несчастье лицезрец, как мы на ровном месте потеряли полтора миллиона рублей. Дело сделано, Викентий Петрович, нечего стесняться, давайте. Ну, привезли туи на трейлере. Брабант этот треклятый. Начали разгружать, уже почти все разгрузили. И тут вдруг трактор-погрузчик деревья помял. Уничтожил. Так, наверное, вернее будет сказать? Да, уничтожил. Надо полагать, что ваш трактор взбрыгнул не сам, кто же был за рулем. Кто это был? Ангел. Чего? Работает тут у нас один. Еще по ночам сторожит. Он был за рулем. Все так? Да, Викентий Петрович? Эх, вы... Как так? Мы эти туи брали под заказ. Каждая для конкретного человека. Большинство из них оплачено. Я что должна этим людям говорить теперь? Ведите этого деятеля сюда! Да, я сейчас. Каждая. Не гонять так, Роман? Не любите быстрые езды? Не люблю, когда что-то недоговаривают. Ну, да. Знал я про это дело. Даже принимал в нем участие. В качестве стажера. Недолго, правда, меня потом на другие дела перекинули. Стажерская карма, она такая. Как считаете, расследование было проведено безупречно? На последнем эпизоде убийцу задержали по горячим следам. Он сознался. Что тут читать? Не самый хороший день, агент Купер. Твой хозяин уволен. Сдал значок, табельное оружие и покидает место дислокации. Ты тут присматривай за всем, ладно? И зубы лишний раз не показывай, понял? Научись, наконец, работать с гневом. Я бы тебе прислал психоаналитика, да ты ведь его порвешь на части. Ну что, дармоед? Слили тебя. Ты хоть собаку-то свою в вольер загони до утра, я ее загонять не буду. Купер. Ладно, ладно. Итак, информация на последний час. Личность убитой установить пока не удалось. Документов, телефона, кредитных карт при ней не обнаружено. На что стоит обратить внимание? Одежда из очень дорогих дизайнерских коллекций. Вот. И что такая девушка делала в лесу? С кем приехала? В двух километрах от места обнаружения трупа находится Залесская. Усадьбы лесопромышленник Коровина. Возможно, имеет смысл переговорить с ее обитателями. А теперь о деле лесовика. Надеюсь, все о нем слышали? Серия? Обстоятельства дела похожи. Способ убийства тоже. Смерть жертв наступила в результате удушения. Все жертвы молодые девушки. Так, преступника вроде осудили? Возможно, речь идет о подражателе. Но говорить об этом, как о доказанном факте, пока рано. Жертвы лесовика Максима Яблокова и наши неизвестные были найдены в треугольнике. Залесская, деревня Лисья Горка, садовый питомник Репейник Норд. Залесская, деревня Лисья Горка, садовый питомник Репейник Норд. Залесская, деревня Лисья Горка, садовый питомник Репейник Норд. Это церковь какой-то. Это что, ангела ставил? Да. Рекомендации по корму и уходят к уперам. Вот как это все можно осуществить? Здесь, я не знаю, нужно вызывать какого-то специалиста по большим собакам. Да, проще ангела вернуть. Вот и возвращайте. А, сейчас. Я ж говорил, я ж… Черт, у меня же телефона нет. Супер! Теперь мне придется работать большой собакой, чтобы охранять Репейник самой. Так я же с вами останусь. Хорошо, оставайтесь. Спасибо, Викентий Петрович. Ага. А вам, Купер, должно быть стыдно. Ну что, пока тезисно. Судя по характеру стронгуляционной борозды, удавкой послужил полипропиленовый плетеный шнур. Такие используются везде. От строительства и альпинизма до связывания рыболовных снастей. Прежде чем накинуть удавку, девушку оглушили ударом по голове тупым предметом. Мочки ушей покойной повреждены, кожа на безымянном пальце левой руки стесана. Украшения снимали? Причем очень торопились снять. По всей видимости, речь идет о кольце и сериках. Далее, я не обнаружил на девушке трусиков. Вероятно, их снял и унес с собой убийца. Но за последние дни сексуального контакта у нее не было. И, наконец, последняя, самое главное, жертва была на третьем месяце беременности. А по нитке что? Идентично куску ткани с пуговицей. Ага. Так что сопротивление было, хотя и минимальное. Уже есть версия? Ищем, ищем. Спасибо за отчет. Опять? Да когда же этот свет уже починят, а? Эй! Эй! Вы что делаете? Чего так долго? Да вы быстрее! Эй! 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 Ну, кончай! Вальвара Михайловна! Стоять! Стоять! Вот ведь вы как живы? Вальвара Михайловна! Все хорошо. Слушайте, я этих чертей-то вроде видал пару дней назад. Вертелись вокруг репейника. Вроде люди как люди. Ну, кто бы мог подумать-то, а? Да, наверное, конкуренты подослали. Стали действовать, как обещали. Кому обещали? Да было пара звонков с угрозами. Да это не важно. Это важно? Ладно, я научу вас обращаться с Купером. Подходите, подходите. Я подумал, что я не могу идти, не введя в курс нового человека. Да, вы не сказали, с какой стороны подходить, а лобовая атака у нас не получилась. Да вы не бойтесь. Ну, я боюсь. Они стоят. Это же не люди. С ними можно договориться. Дайте руку. Ему? Пока мне. И что дальше? Вы что, не смотрели полицейские боевики? Нет, я предпочитаю романтические комедии. Жаль. Тогда вам сложно будет договориться с Купером. Он обожает боевики. А у меня есть вариант, который устроит всех. Давайте вы вернете в теребельник и продолжите свою работу. Ну, все по концу, Александр Ильич. Пошли дела. Убитая некая Инга Огородникова. 22 года. Поздравляю, Роман. Я месяц назад вернулся из Испании. Установили по биометрической базе данных. А где? У меня. Испанский привет. Вот. Буклет с испанской ювелирной выставки. Я смотрю, ты еще здесь. А я думал, ты уже на городскую свалку переместился. К своим дружкам-бомжам. Где тебе самое место. Навешал лапши на уши Варваре. Она добренькая, конечно. Любую ерунду за чистую монету принимает. Ну, я тебя насквозь вижу, бомжара. Я с тебя глазу не спущу. Ясно тебе? – Здрасьте. – Здрасьте. Ангел, я тут собираюсь позавтракать. Может, составить мне компанию? Нет. Да бросьте. Это всего лишь завтрак. Ну, ладно. Не просто завтрак. Отметим успешное спасение репейника. Сосиски, яичница. Вы начальник. Идемте. А когда начались наезды? Ну, как только мы начали отбивать клиентуру конкурентов. Ну, мы правда ничего специально не делали. Так вам угрожали или нет? Ну, были угрозы в соцсетях. Или звонки были. Вот и закончилось все. То и ночью. Только я, правда, не уверена, что закончилось. Думаю, что все продолжится. А кто именно угрожал? Как будто вы можете помочь. Могу. Вы серьезно? Пожалуйста, назовите мне имена ваших конкурентов. Питомник «Зеленый корвет». Все. Я надеюсь, что все будет без криминала? Все будет по закону. Пойдемте уже. Это Инга? Да. Здесь ей пять лет. Мы только что вернулись из Жадлера. Витя какая сгорелая. Евгений Степанович, когда вы последний раз виделись с Нюшкой? В прошлый понедельник. Она забегала ненадолго. Просила денег. Кофе? Да, спасибо. Вы живете не вместе? Нет, Инга снимает квартиру в центре. Адреса я не знаю. И никого из ее друзей не знаю. И, честно говоря, не хотел бы знать. А какие у вас отношения с внучкой? Да, как у банкомата с пластиковой картой. Вспоминала бы мне, когда нужны были деньги. Правда, последние полгода все как-то поутихло. Я думаю, что Инга нашла себе кого-то. И этот человек ее обеспечивает. Ну, обеспечивал. Инга около полутора недель провела в Испании. Вернулась совсем недавно. Вы не знали об этой поездке? Понятия никого не имел. Инга скрытная. Непутевая, сбалмошная девчонка. Еще пятнадцати лет не было. Тайком вынесла из дома часть коллекции антикварных книг. И продала каким-то букинистам за бесценок. А я их собирал четыре десятилетия. Там были совершенно уникальные фолианты. А в последний приезд украла фамильные драгоценности. Комплект. Кольцо и серьги. Они принадлежали моей прабабушке. А у вас, случайно, нет фотографий похищенного? Да, они были сделаны для специального ювелирного каталога. Это же эксклюзивная вещь. Я могу взглянуть на этот каталог? Вот. Смотрите, там есть закладка. В чем моя ошибка? Я профессор права, воспитавший тысячи студентов. Не мог воспитать собственную внучку. Евгений Степанович. Я знаю, все считают меня немного сумасшедшей. Помешанной на растениях. Но, вот вы сказали, собаки. Они не люди, и с ними можно договориться. Так вот, растения – это больше, чем люди. Они прекрасные, они безупречные. Но и не уступчивые. Вот с кем действительно сложно будет договориться. Правда? Конечно. Никто не заставит тропические рамбутаны и гуаву переселиться в наши широты. У меня есть мечта. Я бы хотела вырастить особый, морозоустойчивый вид араукарии. Это… Это такое хвойное дерево, очень красивое. И оно способно растопить сердце любого человека. Вы скажете, что это бред, да? Вызов здравому смыслу, природе. Может быть, но я бы очень хотела попробовать. Ну что, Репей, ты готова? К чему? К тому, что? Нет, я так не могу. Вот эта вся обстановка мне не подходит. Тут нужно ведро икры, шампанское и конференц-зал от Эля Рич Анкл. Орешки не подойдут? Пойду, давай. Доброго самолетения на страсе помнишь, которое колесо менял? Позвал тебя на свидание? Я не удивлена. Ну, бери выше, а? Замуж позвал? Нет, пока нет, но все возможно. Еще варианты? Это все новости, которые ты хотела мне рассказать? Новость в том, что репейник Норт получил сумасшедший заказ, который поможет нам разом избавиться ото всех финансовых проблем. Он прям так вот, ото всех проблем? Ну, допустим, ты, крошка, сможешь купить себе японский секатор. Без резко проделать дыру в бюджете. Угу. А заказ добрый самолетянин подкинул? Он оказался сыном лесопромышленника Коровина. Ты знаешь, кто это такой? А он второй человек в его империи. И он нам предлагает заняться ландшафтным дизайном их усадьбы. Это такой шанс сорвать столько бабла, приличный куш. Но все получится. Только если за дело возьмешься ты, наш выдающийся специалист. Нет. У меня и в репейнике полно-полно работы. Ну, ты скажи, что у тебя ёлки. А у меня ёлки. И туи, кстати. А у меня впервые в жизни на горизонте нарисовался приличный мужчина. А у тебя туи. В репейни губи. Хорошо. Только у меня будет одно условие. Любое. Ангел. Я его уволила. Я знаю. Так вот я хочу, чтобы он вернулся работать в репейни. Тогда я в деле. Да. Полтора миллиона убытков от этого человека. Ты шучишь, репейни? Я? Нет. Большой куш. Решение всех проблем. Решай с ним. Я, кажется, поняла. Дошла мужчина всю свою жизнь. Репейни, а? Да, да. И если это так, тогда я согласна. Уберемся. Я поздравляю. Ты лучше всех. Ты лучше всех уважаю. Добро пожаловать в Залеск. Благодарю вас. Ну, а теперь позвольте вам представить богиня ландшафтного дизайна Варвара Алябьева. Дмитрий, добрый день. Она займется приведением вашего Залесского в порядок. А вы? А я буду приезжать время от времени в рамках руководства проектом. Буду счастлив видеть вас почаще. Ну... А пока позвольте показать вам наш парк? С удовольствием. Позвольте. Он очень милый. Очень величественный. Не помешай, Иван Ильич? Нет. Нет. Я по поводу переустройства парка. Что, если там организовать маленький садовый лабиринт? Саше очень нравятся лабиринты. Как лучший лабиринт? Что за переустройство? Дмитрий собирается полностью переоборудовать парк. Разве это не ваше распоряжение? Нет. Я никаких распоряжений не давал. Я вообще об этом впервые слышу. А он уже ландшафтных дизайнеров привез. Выходит, это очередной митинг-креатив? Я разберусь. Добрый день. Кто вы, милая барышня? Я ландшафтный дизайнер. А что вы, милая барышня? Ну что, вот осматриваю фронт работы по поручению заказчика. А кто заказчик? Дмитрий. Дмитрий Коровин. Угу. Значит, Дмитрий. Угу. А вы, стало быть, будете здесь мерпичину разводить за бешеные деньги? Мне кажется, вы предвзято относитесь к этой профессии. По мне так все должно быть естественно. Что выросло, то и выросло. Я всю жизнь занимаюсь лесом, я знаю. У вас красивая усадьба. Красиво. Раньше здесь были одни развалины, руины. Пришлось устанавливать все с нуля. Она красива, но одинока. А сейчас она вообще немая. А могла бы говорить с обитателями своим ландшафтом. Для того, чтобы зазвучали голоса дома, сада, водоема. Это пруд. Я знаю. Для того, чтобы зазвучали ее голоса, ей нужно немножко помочь. Высадить кусты калины вместо, вместо вяза. Немножко, точно. Языки пламени, которые никогда не угаснут. Как звать-то вас? Варвара Алябьева. Репейник Норд. Иван Ильич Коровин. Стало быть, владелец этой немой усадьбы. Было приятно познакомиться. Викентий Петрович. А? А вы ангела не видели? Нигде найти его не могу. Так он уехал. Как уехал? Мы же вчера обо всем договорились. Так он в город уехал, Варвара Михайловна. Обещал к вечеру быть. Ясно. Викентий Петрович, а я хотела поговорить с вами по поводу большого заказа. О! Да, пару месяцев часть вашей бригады будет работать за леском. Это усадьба лесопромышленника Коровина. Пролить бы надо, Варвара Михайловна. А у нас с водой перебои. Викентий Петрович, завтра нужно будет уже выдвигаться. Это без меня. Я останусь с той частью бригады, что здесь будет работать. И по-другому не будет. И по-другому не будет. Хорошо, я вас поняла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Крой молодая, но ведь могла бы быть одной из моих студенток. Что с тобой произошло? Я сейчас скажу, а ты запомни и подруге своей передай. Сворачивайте деятельность. По-добру, по-здорову. Я-то сам человек миролюбивый, поэтому считаю, что тебе повезло. Но если не послушаешься совет, другие придут. Не такие, как я, миролюбивые. И тогда… У вас телефон звонит. Да. Не понял. Ее валить? А с этими что? Понял? Понял. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok